Экспозицию голландских живописцев без преувеличения можно назвать грандиозной. Признаюсь, что когда я рассматривала книжные репродукции картин старинных фламандских мастеров, под которыми стояла надпись из частной коллекции, я не надеялась и даже не мечтала, что когда-нибудь увижу их воочию. Частный фонд The Phoebus Foundation предоставил Кадриорскому художественному музею богатую подборку фламандского искусства XV-XVII веков. По мнению многих специалистов, в Кадриорском музее и в Эстонии вообще такого уровня работ зрителям никогда не показывали. Знакомясь с нашим музеем, я говорила о том, что у нас замечательная, интересная коллекция, и хоть у нас нет Рубенса, но сюда стоит прийти и посмотреть. И теперь мы достигли того, что в нашем музее показывается не только одна картина Рубенса, а целых пять произведений. Художники представлены другие известные, Антони Ван Дейк пятью работами, Якоб Йорданс. Но на выставке представлены и ценные документы, рассказывающие о культуре, науке и быте той эпохи. Очень редкие книги, в том числе и рукописные издания. Это гравюры, изображающие научные открытия XVI века, атласы, книги по анатомии, книги по географии и по ботанике. Это портреты ранней эпохи XVI века, представляющие не только королей, но и буржуа, купцов и интересные личности, такие как придворный шут. Начинается выставка с XV века с темы религиозности. Это алтари, которые находились в церквях и скульптуры, бывшие частью церковных алтарей, а также домашние частные алтари. На смену приходит другая тематика – научные открытия XVI века, тема шутовства, войны, власти. И, наконец, завершает выставку «Своеобразный кабинет ценителя искусств», где собрано множество прекрасных картин и диковинок со всего света. Среди них экспонаты прикладного искусства из слоновой кости, бедного дерева, серебра и хрусталя. Катриорский художественный музей с 4 мая будет, наконец, открыт в обычные часы. Конечно, есть ограничения. В музее могут одновременно находиться не более 75 человек. Выставка работает до 31 октября. Лина Туровская, Петер Улевайн, Новости Таллина.